Полки магазинов буквально завалены елочными игрушками, однако зачастую в этом изобилии мы не находим того, что придется по душе. Безликие, однотипные, надоевшие шары можно заменить милыми фигурками из ваты. Новогодние украшения, выполненные в старинной технике, сегодня особенно популярны. Известная староскорская художница Жанна Соломко показала нам, как сделать ретро-игрушку своими руками. Сегодня мы вернемся к винтажной игрушечке. Это игрушечки нашего детства, ватные. Делаются они очень легко. Когда-то в одно время я сама взяла мастер-класс у хорошего художника, и теперь я их могу делать много. И делаются быстро, и это самая такая дешевая игрушечка, может любой человек ее сделать, повесить на елочку или подарить своим родным. По словам Жанны Соломко, за вечер у телевизора можно легко слепить с десяток новогодних фигурок. Итак, нам понадобится вата, хлопковая, желательно однородная, белые нитки, обычные бумажные салфетки и краски. Акварель, гуашь или такая роскошь, как сегодня у нас, профессиональные масляные краски. Вата, казалось бы, самой непрочной всех материалов, однако в сочетании с клейстером обретает довольно твердые формы. Ложка крахмала, чуть-чуть водички и заваривается, и все это уже клейстер. Сминаем салфетку и оборачиваем сверху еще одной. Это и есть голова будущей игрушки. Чуть-чуть придаем ей кругленькой формы, пальчиками вот заминаем, чтобы не было квадратика, да. И начинаем подкручивать, подкручиваем, как бы закрепим эту нашу головку. Далее ручки из половины салфетки, вторая часть на ножки. На серединку закладываем. И чем нам подхватить, да? Мы подхватим этой салфеточкой. Вот она, все. И теперь мы уходим вниз от ручек, этой же ниткой. Пошли в них. Регулируем длину конечностей и крест-накрест приматываем их ниткой к бумажному туловищу. Затем обматываем вдоль. И так с каждой палкой-палкой огуречек получился человечек. Моя маленькая мумия тоже готова. И заготовочка для нашей игрушечки. Если основа будущего зайца или медвежонка кажется чересчур худой, можно добавить комочек салфетки в область живота. Чуть-чуть как бы накрутить, если мы хотим такого какого-нибудь пузатенького, да, толстенького малыша. Аппетитно. Да, и вот можно сразу эту салфетку заложить. Теперь этим симпатичным скелетикам необходимо нарастить мышечную массу. Опять же из ваты. Работать с клейстером удобнее кистью пошире. Поднимать буквально вот такими слоями, вот такими воздушными, тоненькими. И наращивать потихоньку-потихоньку на свои игрушечки. Деталь промазываем клеем, а потом прикладываем облачко ваты и приглаживаем кистью. Мы ее начинаем. Приглаживаем. Мы ее приглаживаем. Смотрите, смотрите, у нас была какая-то неказистая салфетка. Да. Смотрите, а получилась уже классная ровная голодочка. С помощью паутинокваты придаем форму ручкам и ножкам. Сначала мы ее приложили. И что делаем дальше? Вот мы ее прямо сейчас приростили. Потом, смотрите, вот таким движением. Вот таким движением. Раз, раз, раз. Ловким движением. Отсюда, на тельце. На тельце. Вот так вот. Закрепляем, закрепляем, закрепляем. Оно будет выравниваться. Если выровнять руки ватного человечка можно, то собственными непослушными пальцами куда сложнее. Здесь клейстер не поможет. Но успокаивает Жанна самодельной елочной игрушкой не должна быть идеальной. Сворачиваем маленькие ушки. Еще один микрокомочек ваты – нос будущего мишки. Тут главное не превратить его в свиной пятачок. Готово. На этом этапе можно зафиксировать позу фигурки и оставить сохнуть на ночь, а лучше на сутки. Затем понадобятся краски. Причем это может быть чай, кофе, зеленка или йод, свекольный или морковный сок. Более демократичные по стоимости игрушки не придумать. Но если только просто конфеты и орехи повесить на елку и угощаться прямо с новогоднего дерева. Почему бы и нет? Это будет тоже привет из нашего прошлого. Анна Семенова, Сергей Кириченко, Ирина Чуликова, 9 канал.